Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами читаем четвертую главу. И отвечал Ильифас Филостимлянин и сказал, Если попытаемся мы сказать к тебе Слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить Слово? Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал падающего, выставляли слова твои, и гнущиеся колены ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулась тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждою и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Мы видим, что друзья, которые пришли к Иову, один из них, Елифас, он пытается Иову сказать слово. Говорит, могу ли я сказать тебе слово, сможешь ли ты выдержать то, что я скажу тебе? И здесь, в его словах, мы видим, что он старается убедить Иова в том, что если ты страдаешь, то ты страдаешь, потому что ты где-то что-то согрешил, или чем-то согрешил. Он ему говорит о том, что есть ли человек, которого бы наказывал Бог просто так, и старается убедить в том, что все наказания, которые посылаются человеку, они посылаются за грехи человеческие. В той или иной мере, Елифас, конечно, прав. Но, тем не менее, говоря эти слова Иова, мы не видим в его словах, чтобы он утешил Иова в его скорби. Он старается всегда, старается в этих словах найти, в чем он согрешил, и как бы указать ему на грех. Это так получается у миссионера, не очень хорошего. Как я помню, мне один человек рассказывал, что однажды его сосед, который не ходил в храм, а он ему все время говорил, пойдем в храм, пошли в храм, а он говорил, ну, мне некогда, у меня там дела. И в какой-то день этот сосед идет на костылях, и тогда к нему этот миссионер подходит и говорит, ну, видишь, в храм не ходил, вот и ногу сломал. Ну, это такое, в общем-то, неутешительное слово, навряд ли оно приведет человека в правильном понимании Бога. Точно так же здесь и Елефас. Он старается убедить Иова и сказать, а, вот ты получил все эти язвы и проказы, но это все потому, что ты где-то что-то сделал не так. Сказано в Священном Писании, что Дух Господний, это Дух утешитель. Иногда, когда мы видим страдания людей, лучше в этой истории не подражать истории, которая произошла между Иовом и Елефасом, а проявить человеку чувство сострадания. Итак, мы видим, что сказано, Иов не согрешил здесь словами, и свидетель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу следующее. Итак, что же? Не часто ли ты говорил в мучении? Мучением Писание может называть грех. Например, когда говорит под языком его мучение и пагуба. Псалом Давида 9.2. И Елефас же, Елефас не сказал, не согрешил ли ты чего и не совершил ли ты чего дурного, но не говорил ли ты. Ибо поскольку его жизнь сияла повсюду и по всей земле, он имел многочисленное свидетельство своей добродетели. Он говорит, не говори о том, что твои поступки прекрасны и добры, как бы ему хочется сказать Елефас. Ибо иногда грех кроется в словах. Поэтому мы видим, что Елефас не говорит конкретно ему, что что-то ты сделал плохое, но говорит, может быть, словом ты где-то согрешил. Силу слов твоих кто стерпит? И посмотри на слова. Не часто ли ты говорил? Его сомнения и замешательства происходят не от жалости, но от невозможности обличить явно. Силу слов твои, говорит он. Что сказал Иов? В дальнейшем мы прочитаем. Он помолился о том, чтобы умереть и избавиться от настоящей жизни, как мы видели это в предыдущей главе. Ничего такого Иов не произнес против Бога. Он говорит, Господи, если дана мне эта скорбь, может быть, мне лучше умереть, нежели нести эту скорбь. Так и пишет свидетель Иоанн Златоуст. Нет, разве он сказал, я праведен, добродетелен и терплю такое? Нет, он говорит, я хотел исчезнуть вместе с нечестивыми, вместе с рабами и выкидышами, получить то же, что нечестивые. Он не сказал, я преисполнен таких-то и столько добродетелей. Господи, да, конец цитаты. Светль Иоанн Златоуст пишет так и дальше. Не сказал, Господи, за что же ты меня наказываешь? Я вот такой безгрешный. Нет. Он просто перенесет свои страдания, как часто мы, когда у нас переносим какие-то страдания, тоже говорим, Господи, зачем лучше, может быть, и умереть, действительно, нежели нести эту тяжесть всего греха. Но по смирению говорим, да будет воля Твоя. Так и Иоанн ничего такого не произносит. Поэтому Иоанн старается найти в нем и говорит ему, не согрешил ли ты словом? Среди размышлений, в ночных видениях, то есть начинает исследовать, подсказывает Ио, как мы читаем, 13 стих, когда сон находит на людей, не согрешил ли ты тогда, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои, и дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне, он стал, но я не распознал его вида. Да, надо, наверное, немного вернуться. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушают, могущий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются, и вот ко мне тайна принесло слово, и ухо мое приняло нечто от него среди размышлений. То есть здесь старается Ефас как бы убедить в том, что и у меня бывает такое, может и я где-то слово обронил какое-то не такое, посмотри, может ли быть у тебя это тоже. Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих и в храминах избрения, которых основание прах, которые истребляют скорее моли, между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут, не погибнут ли с ними и достоинства их. Они умирают, не достигнув мудрости. То есть вся эта речь в 4 главе, и здесь всего, в общем-то, 21 стих, речь Елефаза, он старается в этих словах убедить Иова, что где-то что-то он согрешил, и как бы приводя пример о самом себе, вот и я, и у меня бывает такое, может быть, ночью где-то согрешил. И говорят, есть ли кто безгрешен, только один Бог, и в ангелов он усматривает нечто, и прочие-прочие вещи. Вспомни, говорит в 7 степе, не погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы. Да, ну вот, например, Григорий Великий по этому поводу пишет, он вообще усматривает в его друзьях, в том числе и в Елефазе, Еретиков, которые часто обвиняют и стараются найти нечто, то, чего, в общем-то, в церкви нет. Цитата Григория Великого. У него вообще есть такое самое пространное, пожалуй, толкование на книгу Иова, это у Григория Великого. Если есть интерес, всегда можно почитать. Итак, цитата. «Скажем ли мы, что друзья Иова здесь образ Еретиков, или кого-то еще с извращенными помыслами, но они столь же неподобающе порицают его, как и предусвидительно его одобряют?» Вот говорит Елефаз. «Погибал ли кто невинный, и где праведные бывают искореняемы? Но ведь часто погибают невинные, и искореняются праведники. Да только гибелью они заслуживают вечной славы». Смотрите, на что обращает внимание Григорий Великий. Что и праведники погибают. Мы знаем, что есть и мученическая кончина, и страдания за Христа, но они заслуживают, как пишет Григорий, великой вечной славы. «Если бы не погибал ни один праведник, не сказал бы пророк, праведник погибает, и никто не принимает этого к сердцу». Пророк Исайя 57.1. «Если бы Бог своим промышлением не забирал праведников, то не могла бы сказать премудрость». Здесь обращаются к книге премудрости Соломона 4.11. «Восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, и коварство не прелестило души его». На какие удивительные слова обращает внимание Григорий Великий. Григорий Великий, прошу прощения, Григорий Двое Слов. Он обращает внимание на то, что напрямую из Соломона, что «если бы восхищен, как он пишет, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его». То есть человек Богом призывается в его царство в свое время, когда Бог видит, что это самое лучшее состояние человеческой души для того, чтобы человек мог быть наследником Царствия Христова. Так и пишет, ссылаясь на этот стих. «Восхищен, чтобы злоба не изменила разума его». Видите? Потому что человек изменчив. «Или коварство не прелестило души его». Пре мудрости 4.11. И далее продолжает. «И если бы никакое взыскание не ожидало праведных, Петр никогда бы его не предрекал». 1 Петра 4.17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Приводит стату апостола Петра. «Ибо время начаться суду с Дома Божия». «Потому что истинно праведны те, кто любовью к Вышней Родине готовит себя принять любые невзгоды жизни теперешней». Еще раз. «Потому истинно праведны те». То есть он как бы говорит о том, кто человек, кто такой праведный. Иов праведный. В чем его праведность? «Праведны те, кто любовью к Вышней Родине готовят себя принять любые невзгоды жизни теперешней». И далее продолжает. «А страшащиеся даже ради благ вечности принять зло этой жизни выходят неправедны». Елифаз не считает, что невинные погибают и что праведники искореняются. Потому что люди часто служат Богу не в надежде на вечную славу, но ради земного воздаяния. Вот что видит Григорий Двоеслов в речи Елифаза. Он здесь говорит, что Елифаз рассуждает так и говорит, разве искореняется праведник, он надеется только на жизнь и полагает свою надежду и старается в этом убедить Иова праведного в том, что надо надеяться только на земное благосостояние. Так и пишет. Елифаз не считает, что невиновные погибают и что праведники искореняются, потому что люди часто служат Богу не в надежде на вечную славу, но ради земного воздаяния. Они сами в себе представляют то, чего ищут. Полагая себя наставниками в том, как надежно жить на земле, или лучше сказать, может быть, как надлежит жить на земле, они всем своим чанием демонстрируют то, что любят. Конец цитаты. Здесь говорится о том, что всем своей надеждой, всем своим ожиданиям они демонстрируют то, что любят. Вспоминаются слова здесь и евангельские, Господа и Спасителя Иисуса Христа. «Ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам». Христос говорит о том, что «в мире будете иметь скорбь, намужайтесь, и я победил мир». В словах Елефаза мы этого не видим. В словах Елефаза направлены на то, что он говорит, что вся жизнь человека, так и пишет, вот, да, «не погибнут ли с ними и достоинства их, они умирают, и не достигнув мудрости, то есть вся жизнь человека, это вот эта жизнь». И если Бог любит человека, он старается убедить, то он будет сохранять и не посылать ему никакой скорби в этой жизни. Но мы знаем другие слова, слова Нового Завета. Господь говорит, «Кого люблю, того наказываю». Поэтому очень удивительная здесь эта цитата по своему содержанию Григория Великого, его нравственные беседы, он так и говорит, что Елефаз не считает, что невинные погибают и что праведники искореняются, потому что люди часто служат Богу не в надежде на вечную славу, но ради земного воздаяния. Вот. Эти слова по отношению, Елефаза по отношению к Иову. И дальше мы увидим в следующей главе, каков будет ответ Иова. Он всю свою надежду полагает на Бога, хотя в его речи, мы как вот видели в третьей главе, можем встретить проклятие дня, в котором он родился. Но, снова и снова повторю, из всей книги Священного Писания Иова, несмотря на какие-то, может быть, сложные для восприятия его места этого божественного откровения, Иов ни в чем не погрешает против Бога, перенося достойно все страдания, которые посылаются ему. Так он и говорит, и так он сказал об этом во второй главе. Неужели только доброе, только благополучие этой земной жизни мы будем воспринимать от Бога? А то, что Бог посылает нам скорби для нашего исправления, принимать не будем. Вот об этом четвертая глава, которую мы с вами рассмотрели сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok